Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал телезрителей, интернет-портал центра Сангейтс, продолжает свою передачу. Вот только-только провели мы передачу с психологами, передача будет обрабатываться, выкладываться в YouTube, и у нас наконец-таки на связи Елена Порецкая, экстрасенс, парапсихолог, ясновидящая, гадалка. И мы сегодня поговорим о том, что сегодня, ну так сказать, в мире востребовано, то есть появляется все больше и больше людей, которые обладают какими-то очень серьезными способностями. И не всегда эти способности, они, скажем, применяются для чего-то хорошего иногда, и для плохого, к сожалению. Поэтому существует такое понятие, как защита. И вот мы сегодня с Еленой решили поговорить о защите от таких нападений, энергетических нападений, то есть сглазы порчи, там может быть энергетические атаки. Елена, рад приветствовать тебя у нас в эфире опять. Привет, Майкл, привет, Чикаго, привет всех, кто нас слушает и смотрит. Ну, поехали тогда. Ну, я сказала бы так, что действительно мир сейчас стал более подвижный в сознании, да, то есть исчезли какие-то каноны, которые держали мир в таком строгом порядке, и люди стали экстрасенсорны. У кого-то это спонтанно наработалось, у кого-то это врожденно, и в какой-то момент времени не все воспользуют это, используют это в добро, как бы, да, или в несении чего-то положительного. Очень многие более негативно используют, есть такие люди, кто может забрать у другого человека удачу, там его благополучие, все это делается спонтанно, опять же, либо человек это делает осознанно, то есть люди занимаются какими-то практиками, ходят к специалистам, они тоже начинают поневоле обучаться. И сейчас мир выглядит достаточно очень экстрасенсорно, то есть можно идти по гипермаркету, какому-то супермаркету, и вы можете получить в спину негатив от тетки, которая, там, или от мужчины, или от женщины, которые, допустим, натаскали себя на определенных фильмах, видеофильмах, там, битвах экстрасенсов, книжках, интернет-ресурсах, видео и прочее. То есть люди сейчас имеют доступ к этой информации, и каждый развивается кто во что гораст, так как моральный кодекс у всех разный, соответственно, каждый в свою степень морали это использует. Как от этого защищаться? Обычно я на сеансах даю три важные установки. Одна из них уже давалась, это серебристая и золотистая энергия, она позволяет человеку трансформировать этот негатив, полученный от окружающих, в положительную энергию. Но остальные две я обычно даю на сеансе. Ну, есть еще куча всяких примочек эзотерического содержания, также есть талисманы. Но первый принцип, когда человек не склонен там сильно копаться в эзотерике, первый принцип, конечно же, это абстрагировать от себя полученный, допустим, негатив. Как это выглядит, хотя бы не принимайте. Не все, что, допустим, вдруг вы шли по улице и у вас заболела голова, это не значит, что это она у вас заболела. Посмотрите, допустим, до этого она у вас не болела, это может проходящий рядом человек просто плохо думать вообще. А не умея управлять своей энергией, этот человек пробил ваше биополе на уровне там затылка или темечка каким-то образом, да, и вы почувствовали такой удар именно в вашем слабом месте. Таким образом, это может быть на любое слабое место человека, в любом вообще физическом, ну, в любой физической даже подготовке сильная, когда бывает сильная подготовка, все равно люди пробиваемы. Как это сделать, чтобы не брать себе? Вы немножечко абстрагируете эту боль и каким-то образом стараетесь не пристегивать ее сразу, не диагностировать, что у вас заболело. Сразу многие начинают в гугль лезть там или вспоминать медицинский справочник и тут же накручивают себе кучу диагностических позиций. Не нужно. Прежде всего, вы анализируете, с чего она вдруг у вас возникла. Это проблема, это боль, это состояние, это настроение негативное. Тут же отслеживается обязательно человек, который шел рядом с вами, мимо вас, стоял сзади вас в очереди, либо вы с кем-то поругались там на работе, либо еще что-то. И тут же идет момент, что вы просто этот негатив, который вы в себе почувствовали, раздражение, боль, болезненное состояние тела, там, каких-то органов, вы тут же немножечко от себя абстрагируете, не зацикливаясь на этой вещи в себе, не осознавая это как свое. Вы к себе это не лепите, вы немножечко абстрагируетесь от этого и, сосредотачиваясь на настоящем моменте, делаете те же дела, которые вы планировали до этого возникновения, этого негатива. И тут же, я вам сто процентов говорю, если вы так будете делать, хотя бы натаскивать себя на такое, у вас это лишнее не ваше, оно будет отскакивать. То есть вы это не будете принимать. Называется это игнорирование того негатива на интуитивном уровне, который вы вдруг поймали. Потому что большая масса народа обычно заходит в магазин, там полно таких людей, кто ищет доноров, и обычно это в большом скоплении народа бывает. И люди начинают в метро, это может быть, да, и люди начинают получать сенситивные такие удары в разные части тела. Бывает, что подключаются к чакрам, к вашим там, допустим, и вы можете чувствовать, что от вас уходит жизненная энергия. Бывает, что, ну я сейчас не говорю об оккультных практиках, где делают порчи, сглазы специализированные. Я сейчас говорю о случайных таких сглазах, где вы могли просто пройти в очереди, купить больше продуктов, как вот у меня есть клиент, который в Глобусе под Новый год, внимание, то есть все покупают, да, купил на очень большую сумму продуктов там. И вы знаете, он говорит, меня возненавидела вся очередь, когда там все это считалось, представляете, у него был потом провал, да, я человека этого вытаскивал. То есть вот это все работает, это не потому, что люди злые, потому что люди не умеют управлять своей экстрасенсорной энергией, потому что, так как переход квантовый уже у нас произошел в 2012 году, люди стали так же подвижны в сознании, все стало меняться. Но люди торчат на той же стадии образования экстрасенсорного, как они были там и 200 лет назад, все то же самое, чуть-чуть умнее стали. Пользоваться своей экстрасенсорной энергией мало кто может. Поэтому вот я предлагаю такую защиту, одну из защит. Лена, хорошо. Человек, кто-то умеет пользоваться способами защиты, кто-то ставит какой-то ментальный блок. Вот я знаю практика, мне моя знакомая рассказывала, очень легкая практика. Надо представить себе розы. Вот, скажем, забор из роз. И визуализировать, вот есть кто-то, где-то, очередь, допустим, та самая, так? И вы подходите к прилавку и набираете кучу этих тех самых продуктов, к примеру, ваш пример. Но в то же время вы себя окружили вот этой защитной изгородицы, вот из этих роз. Причем желательно, чтобы они вот так вот вас перекрыли. И тогда все будет в порядке. Вот розы, они почему-то не защищают. Можно, да. Есть еще одна практика. Ею обладает мой сын. Мы тоже вот, я сегодня вынуждена уехала, поэтому так опоздали мы с эфиром. И как бы действительно, вот мы как раз тоже говорили об этой практике. Он умеет делать так, что, допустим, его не видно. То есть вот я даже прошла там, допустим, как-то помню, прохожу мимо, я его не вижу. Он над нами там посмеялся, говорит, что ты меня не видишь. Он сидел рядом, реально, я вам говорю, я его не заметил, просто как будто там никого нет. Я говорю, как ты это делаешь? У него это наработка с детства. Когда он маленький был, он сам тренировал свою наработку. И в школе он нарабатывал, когда он хотел, чтобы учителя его не спрашивали. Он как бы говорит, я как бы закрываюсь вот так. И у меня возникает состояние, что меня не видно. Реально, я тебе говорю, я его не видел. Мы так смеялись над этой ситуацией. Он сидел за нашим столиком, а мы вот была ситуация, мы его не увидели. И вот он сегодня мне рассказал, как он это делает. Вот в детстве он делал то же самое. Тренировались, как мы обычно. Я сидела, допустим, что-то делала, он проходил сзади. И я ощущала спиной, и я его подлавливала. Я говорю, стоп, я тебя вижу, чувствую. И тогда он стал делать так, чтобы отключать эмоции и чувства так, проходя мимо меня, что я его просто не ощущала вообще. То есть это то же самое. То есть ты отключаешь эмоции на уровне понимания, что тебе могут завидовать. То есть ты игноришь опять же эту ситуацию. Это тот же игнор. И по сути получается схлопывание. Ты как в раковину закрываешься. Еще одна практика, но это надо нарабатывать, такие вещи. Еще одна практика, это опять же золотистый кокон. Можно представить золотистый кокон вокруг себя тоже. Но опять же тут есть одно но. Вы должны четко на этом концентрироваться. Не на людях, которые видят, что вы что-то покупаете, а четко быть в своем коконе энергетическом, который не может кто-то пробить. Кстати, то же самое касается машин, имущества. Вы утром, когда выходите, особенно в Америке, я думаю, такого нет, а вот в России очень сглаживают машины, особенно в многоэтажках. Я всегда своим клиентам советую, как это надо защищать. То есть вы также точно утречком заводите машинку и делаете вид, что вы ее протираете, пылинки сдуваете. Вот вы идете вокруг машины, начиная со своей правой двери, и обходите полностью, представляя себе, визуализируя желтый поток энергии толщиной в метр вокруг вашей машины. Таким образом, вокруг машины образуется ваше энергетическое поле, которое защищает машину на уровне метра от стенок этой машины. Ну вот поняли, да? И получается, что даже в самых пиковых ситуациях в пробке или где-то, где бывает машина очень соприкасаться, могут близко, этот щит энергетический, который вы же выставили в своем сознании, он вам позволяет ехать так, чтобы даже очень близко проехавшаяся машина не задела, потому что вы таким образом выстроили сами себе блок защитный для своей машины. То есть то же самое касается продуктов и так далее. Вы можете покупать продукты, опять же, используя метод родосвета, Порецкого схлопывая, закрывая корзину. – Литензированный, да? – Да, закрывая корзину, то есть не только себя закрываете, а закрываете корзину, акцентируя внимание там, я не знаю, на элементарной буханке хлеба. Вот лежит она несчастная, и все будут видеть эту буханку хлеба, никто не будет у вас видеть полную корзинку. Все будут запоминать только что, и даже может быть ситуация, где к вам подойдет человек и спросит, а что ты там знакомый, а что ты только хлеб купил, а у вас там полная корзина. То есть защита, информационная защита вашего имущества, по сути, она очень при хорошей наработке вы можете достичь определенного успеха в попытке закрыть свое, как говорится, что пробиваться может. И это действительно работает. Опять же, очень хорошая наработка у родосвета, в чем она полезна? Темная улица, допустим, да? Когда люди идут по темной улице, почему происходят всякие катавасии страшные? Первая позиция, когда люди получили зарплату или деньги, и вот человек идет с зарплатой. Кстати, это опять же, если вернуться к теории и практике эзотерики Всеслава Соло, у него это есть. Он это объясняет, материализация мыслей. То есть человек идет, думает о деньгах. На этой энергии его могут подловить, все. Он притянет подобное. Соответственно, его могут дограбить, правильно? Тем более, он боится это потерять. Если человек идет на уровне, извините, религиозных песнопений, то ни один плохой человек к ним просто не подойдет, кроме священника на темной улице. Потому что на уровне, на этом люди подобного толка не рассуждают. Я понял. Не выясняют отношения, так скажем. Хорошо. Лена, вот расскажи тогда, ну это, будем так, применительно к компьютеру, есть понятие hardware и software. Hardware, мы сейчас говорим о software, мы говорим о программах, которые записаны на железе каком-то, так? То есть, как мы внутренне, как мы настраиваемся, как мы контролируем себя. А если мы себя не контролируем, если мы заняты какими-то делами, мы вот с телефонами постоянно у нас тут рядом, кто-то там к нам обращается, мы себя перестали контролировать, и в этот момент на нас нападение идет, энергетическое. Ну, в этом случае, давайте мы сейчас поговорим о так называемом, как я это называю, hardware, это каких-то вот причиндалов. Вот, вы знаете, я... Талисман. Да, талисман. Вот, вот я ношу такой камушек, мне его привезли из Индии, это называется кошачий глаз по-русски. Да, он очень хорошо от сглаза, очень. Да, он отражает какие-то эти самые... Я не всегда его ношу, но мне было рекомендовано, к примеру, мне лично, если я где-то в эфире, то, ну, понятно, что эфир мы не можем контролировать, количество людей, которые слышат наши голоса и так далее, они могут что-то такое там сотворить, поэтому мне было рекомендовано. Так вот, давай поговорим, вот есть такие понятия, талисманы, обереги, вот обереги прямое, оберегать как бы, да. Что это такое и можно ли это где-то приобрести, какие они бывают и так далее? Ну, насчет оберегов скажу, оберегом можно, в принципе, сделать самому даже любой предмет, важно, чтобы у вас произошло запечатление с этим. Это самый дешевый вариант, это можно найти спонтанно камень, купить его, что вам понравится. Вот у меня, допустим, из оберегов есть, вот такой камень есть, я даже не могу сказать, как он называется, но вот он такой вот, хрусталь, по-моему, да? Кристалл, да, кристалл. Да, кристалл, вот он мне очень нравится. Или вот, допустим, у меня вот есть такая черепашка, вырезанная из дерева, я бы спонтанно купила ее. Да, вот, и опять же, вот существуют такие пирамидки около компьютера, очень хорошо, это оникс, он очень хорошо, ну, по камням я не очень специалист, но все равно я какие-то вещи знаю и кусочками их пользую. Но оникс, он именно, я его использую вместо яйца на снятие негатива, когда у человека нет с собой яйца, люди у меня держат такой камешек в офисе. Вот, то есть можно, в принципе, взять любой предмет и сделать запечатление с ним, соответственно, своему ментальному мышлению, там, гороскопному и так далее. Что у вас работает? Можно купить, опять же, заказать специализированную картину, там, и так далее. То есть, но принцип, как работает вообще талисман? Талисман существенно усиливает человека в своей защите. То есть, то, от чего он защищает, допустим, он выстраивает потенциальный в сознании, потенциальный такой пласт, на который человек начинает полагаться. И в итоге получается, что этот талисман на себя этот негатив забирает. Допустим, человека пробивают по здоровью, он там носит на себе какой-то талисман, да, я не знаю, может быть, славянский или руну там, или так далее. То есть, периодически эти талисманы надо чистить. Почему? Потому что они на себя набирают тот негатив, под который заточены они в защите вас. То есть, если, допустим, это кольца, да, вот я, например, ношу обычные кольца славянской, символики родноверской, да, вот, и одно у меня буддийское. Это просто кольца из обычного металла, не золотые, не серебренные, обычные какие-то, да. Но они мне дорогие, я их специально набрала, наработала себе как талисман, и они работают определенно на ту информацию, которая мне нужна. Но, когда я работаю с людьми, мне начинают гнуть пальцы, то есть, они начинают тяжелеть. То есть, они на себя набирают негатив, который металл вообще-то любит, да, который я автоматически работаю с людьми, могу как-то черпать. Я, соответственно, их на сеансах снимаю. Вот, то есть, вы должны понять, что если это золотой предмет, особенно такое вот желтое золото, этот предмет не может быть талисманом. Если он вычурный, большой, если он привлекает внимание абсолютно другой сферы людей, кто занимается криминалом. То есть, талисман должен быть не ценен в деньгах даже. Талисман – это определенная вещь или оберег, который вас оберегает, не привлекая к себе завистливых взглядов, понимаете. Он не может быть супер-пупер вычурно сделан, потому что он будет привлекать к себе публику, который будет вам завидовать автоматически. Через этот талисман вы будете получать заряд негатива. Он не будет вас оберегать. Вот, поэтому здесь либо вы заказываете талисманы, если у вас есть специалист. Ну, я, допустим, делаю какие-то вещи, да, но в основном вот пользуются спросом сейчас именно картины талисманы. Ну, в каком-то большом количестве я, естественно, не могу делать. Лена, я прошу прощения, я перебью. Талисманы, они для всех одинаковые талисманы? Или для каждого человека он индивидуальный в соответствии с определенной энергией? Ну, нет, каждый индивидуальный талисман, оберег, амулеты подбирается под каждого человека. Кому-то это будет перо феникса, понимаешь, талисманом, а кому-то зуб дракона, знаешь. Здесь абсолютно нельзя всем одинаково предложить какую-то вещь. Даже если это картина, то пишется тот же, допустим, символичный знак какой-то. Он может для каждого клиента писаться под его харизму, под его состояние. Я жду картину, обещанную картину. Это картина, которая вот этот клон, да, или этот... Скомарок. Скомарок. Шут, Скомарок, да. То есть это, наверное, специально я, вот как я тут это вот веду, да, в качестве... Ну, кстати, я тебе скажу, что эта картина и для меня сильная, потому что я недавно поменяла заставку на компьютере, именно поставила с Комароха, потому что я чувствую, что мне не хватает той картины, понимаешь. И я понимаю, что мне нужно написать ее тоже еще раз. Хорошо. Так вот, я, скажем, вот эта картина с Комарох, она будет как бы защищать, правильно? Да, она защищает. Поскольку она находится в офисе, мы сейчас из офиса ведем передачи, то это она, наверное, защищает не меня, как меня, она защищает офис, правильно? Или в то же время? Нет, ты ее выбрал, ты ее выбрал, тебе она понравилась, ты запечатлился с этим изображением, и Скомарох твой, Скомарох начинает на тебя работать. То есть, так же точно, как заставка на моем экране компьютера, автоматически работает на меня, как та картина, которая все время висела у меня в студии, хотелось сказать, в офисе, да? Вот, поэтому, опять же, идет запечатление тебя с той или иной информацией на холсте. Понимаешь, что такое Скомарох, это человек, который может быть разным, разным, в разные периоды жизни, гибко, выходя из тех или иных ситуаций, практически, ну, если взять, что Скомарохи у нас и по канатам ходили, да, практически безболезненно. То есть, это человек, который может быть любым, который может быть энергетически наполненным, но при этом он не показывает свою умность там перед населением, он всегда, допустим, скрыт. То есть, это сила мага, вообще-то, да, тоже состояние Скомароха. Вот, поэтому это очень сильная карта, кстати, вторая. Еще, кстати, насчет рун хотел добавить, сейчас быстро скажу. Руны, вот, да, как бы тоже я сейчас изучаю этот процесс, и я скажу одну вещь, что руны тоже, это надо очень серьезно знать, это направление, и должен быть хороший рунолог, если вы пользуетесь рунами, это первое. И второе, безболезненно, в принципе, в защиту себя, можно использовать только руны, которые не имеют перевернутого значения. То есть, тогда у вас не будет каких-то вот косяков, потому что руны надо тоже периодически менять. Рунные ставы, так их называют, поэтому здесь более сложный процесс подготовки талисманов идет. И я, например, с рунами работаю, ну, очень сложно, потому что это такое, это надо действительно иметь, ну, какое-то сознание в сторону рун. Я пока только в стадии ученика, наверное, для себя в этом. И единственное, какие-то вещи я использую, у меня в офисе Руна Альгиз висит, да, по-моему, Альгиз, да, и она вот имеет защитную функцию по, как это сказать, по защите моего офиса, опять же. Ну, вот как у Майкла Скомаруха, да? Который будет? Ну, у тебя пока изображение есть. Нету? А где у меня изображение? У тебя нету? Нету. А, ты не сделал себе фото изображения? А, фото? Нет, фото не сделал. Ну, я сделаю. Хорошо. Можно сделать цветное фото, пока повесить, оно будет защищать, потому что, действительно, я сейчас все равно буду работать. У меня просто сейчас получался загруз очень сильный, полфевраля вообще в офисе не было, зависло в других делах. Понятно. Хорошо. Если мы говорим о вот таких талисманах, оберегах и там еще каких-то вот таких вот вещей, является ли это просто защитой или есть какие-то картины или какие-то предметы, которые помогают развитию бизнеса, к примеру? Есть такое. Есть такое. Так же точно. Ну, если фэн-шуй взять, там тоже всякие, есть жабы денежные и прочее. То есть, сам принцип изображения денег тоже является, ну, может притягивать плюс. Если вспомнить дядю Скруча в мультике, помнишь про утята, там был, у него 10 центов, которые он первый заработал. Вот это тоже талисман. Соответственно, этот талисман у него как бы вот был на определенном уровне защищен, он его стимулировал, понимаешь, для работы. Вот. Поэтому в какой-то степени у него и шла прибыль благодаря этому талисману тоже, потому что он его заработал первый раз, и это была хорошая наработанная вещь. Можно, допустим, сделать талисман из купюры небольшой хотя бы, да, или, ну, я не знаю, может быть, 5 долларов даже положить в кошелек, и просто это неразменная денежка, которая всегда будет. Здесь только нужно точно знать, что ты не разменяешь ее, потому что тогда это будет тоже как талисман, или, там, я не знаю, 50 рублей, там. Ну, в принципе, любую купюру можно просто даже для самого себя положить. У меня, допустим, есть такой этот рубль, русский, советский рубль еще, тоже. Поэтому и денежный, и вот бизнес талисмана хорошо делать, когда там присутствуют деньги. Либо нарисованное что-то, либо это, ну, из денег сделанное что-то, понимаете, да, либо это монетки какие-то, которые у вас особо там понравились, и вы можете с собой носить. Очень хорошо, кстати, Екатерининский пятак. Допустим, это медная монета большая, у меня, к сожалению, сейчас она в офисе, не могу показать, но эта монета как раз может очень хорошо и на экзаменах помогать, да, медный пятак такой. Но она большая и тяжелая, конечно, вот, поэтому тоже талисманы такие очень хорошо. Рунные талисманы тоже работают, но рунные, опять же, ставы, вы пишете став, допустим, который благополучие внесет в вашем бизнесе, потом его надо менять обязательно, потому что у него заканчиваются цели и задачи, и эту бумажку надо сжигать или уничтожать и писать новые. То есть вот в рунах есть такая вот фишка. Я понял, Лен, я полагаю так, тем не менее, что нужен, как всегда, специалист. Этот специалист должен провести нас внутри, и как это создать? То есть, допустим, нам нужен талисман, поэтому надо человек, который скажет, какой конкретно талисман. Нам нужен, скажем, развитие бизнеса, поднять бизнес, нам надо повесить что-то такое там, опять же, нам надо побеседовать. Это я говорю к тому, что, дорогие друзья, мы беседуем, напомню, с Селеной Порецкой, экстрасенс, парапсихолог, гадалка, ясновидящая, которая как раз этими вещами занимается так же, как и избавлением от порчи с глаза, ну и так далее, каких-то неблагоприятных вещей, которые могут на нас влиять и очень серьезно в плане негативно, к сожалению, действовать. Лен, спасибо большое. У нас немножко передача сегодня по времени сокращена в связи с тем, что очень у нас идет один за одна программа за одной программой. Мы немножко опоздали. У нас яркое солнце, у нас никаких пробок нет, у нас рекордные температуры идут сейчас, рекорд. В 1880 году в последний раз была температура такая, которая прогнозируется сегодня, то есть это 65 градусов по Ференгейту или примерно 18 градусов тепла, сами понимаете, посреди зимы это достаточно необычное явление и вот это будет продолжаться, ну, почти целую неделю, так, в 6 дней. У нас сейчас снег был, в электростале все засыпано, мы приехали, а в Москве снег превратился в грязь такую водную и вообще просто невозможно ехать, потому что даже из вот этого чиститель стекол просто, оно даже не чистило ничего, просто это ужасно, на трассе вообще грязь просто сплошная, то есть страшная штука. И сыр так, ну, вот уже в электростале и скользко и подморозило, я бы так сказал. Понятно. Такой какой-то перепад. Ну, да, остается, наверное, посочувствовать, но, к сожалению, это все неизбежно. Погода. Хорошо, Лена, еще раз спасибо большое за, как всегда, очень интересную беседу, очень интересную программу. Дорогие друзья, пишите, звоните, sungatesradio.com, тройное W sungatesradio.com, это sungates108, это наш скайп, меня зовут Майкл Меликов, руководитель центра Sungates, ну, или на порядку вы найдете, если вы живете на той самой территории, найдете тоже достаточно просто. До новых встреч, Лена, спасибо большое. Всего доброго. Всем пока. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова